Всем привет! С вами Lima Music. Сегодня мы научимся играть кофе-дэнс на пианино. Я покажу вам как сыграть эту мелодию в усложненной версии. Также у меня на канале есть разбор простой версии этой песни для начинающих. Ссылку на урок я оставлю в описании под этим видео. Вначале я сыграю всю мелодию полностью, а потом мы разберем ее медленно и подробно по кусочкам. Субтитры создавал DimaTorzok Рассмотрим медленно первый кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты Си первой октавы. Спускаемся вниз. Ля. Соль диез. Это повышенная нота Соль. Ми. Фа диез. Еще раз повторяем. Фа диез. До диез. Си. Ля. Сейчас сыграю в движении. Что у нас получилось? Первый кусочек в правой выучили. Рассмотрим к первому кусочку левую руку. Мы будем влево играть аккорд из трех нот. Находим первую ноту Ре. И добавляем еще две ноты. Фа диез. Берем вместе. И сейчас соединим правую и левую в первом кусочке. В правой мы должны первые четыре ноты сыграть отдельно без левой. На ноту Фа диез мы берем наш аккорд в левой руке. И доигрывает правая уже без левой. Левая держит аккорд. Первый кусочек выучили. Рассмотрим медленно второй кусочек в правой руке. Начинать мы будем с ноты Соль диез. Это повышенная нота Соль. Играть мы ее будем три раза. Первый раз останавливаемся. Второй, третий. Играем быстрее. После этого идем на ноту Си. Ля. Соль диез. Сейчас сыграю движением. Что у нас получилось? Вот такой простой небольшой кусочек. Правую выучили. Рассмотрим ко второму кусочку левую руку. В левой берем аккорд от ноты Ми. Добавляем еще две ноты. Соль диез. Берем вместе. Этот аккорд мы будем соединять с первой нотой в правой руке во втором кусочке. То есть с первой нотой Соль диез берем этот аккорд. Потом правая доигрывает уже сама. Левая держит аккорд. Заигрывает правая. Второй кусочек выучили. Рассмотрим медленно. Третий кусочек в правой руке. Мы берем два раза Фа диез. Потом переходим на ноту Ля во второй октаву. То есть не на ближайшую ноту Ля, а через октаву. Рядом берем Соль диез. Опять повторяем эти две ноты. Ля. Соль диез. И останавливаемся на Ля. То есть мы чередуем вот эти две ноты. Ля, Соль диез. Начинаем их чередовать с ноты Ля. И останавливаемся тоже на ноте Ля. Всего должно получиться пять нот. Раз, два, три, четыре, пять. Играю с движением, что у нас получилось в третьем кусочке. Третий кусочек мы будем повторять два раза. Поэтому играю еще раз. Правую выучили. Рассмотрим к третьему кусочку левую руку. Берем аккорд из трех нот. Начинаем с ноты До диез. Добавляем еще две ноты. Фа диез. Ля. Берем вместе. Этот аккорд мы должны будем брать на первую ноту в правой руке. На ноту Фа диез. Соединяем сейчас третий кусочек правую и левую. Фа диез в правой. Аккорд в левой. Доигрывает правая. Повторяется у нас третий кусочек. Опять берем Фа диез в правой. Аккорд в левой. Доигрывает правая. Третий кусочек выучили. У нас будет после третьего кусочка снова повторяться первый, второй и третий кусочек без изменений. Единственное, мы теперь первый кусочек будем начинать сразу с ноты Фа диез из аккорда. То есть мы четыре первые ноты пропустим при повторе. Помните четыре ноты? Раз, два, три, четыре. Это как бы вступление идет, а потом начинается главная тема. Вот при повторе мы должны будем сыграть именно главную тему. То есть начать Фа диез и аккорд. Сейчас играю начало, а потом повтор. Начало у нас идет с четырьмя нотами. Первый кусочек. Доиграли третий кусочек и начинаем сразу без четырех нот с ноты Фа диез и аккорда. После повторов мы переходим к изучению четвертого кусочка в правой руке. Играем четыре раза ноту Ля. Потом четыре раза ноту До диез. Четыре раза Си. И четыре раза Ми. То есть вам нужно просто запомнить четыре ноты и дублировать их по четыре раза. Правую выучили. Сейчас будем соединять правую и левую в четвертом кусочке. Сразу скажу, что дальше во всей мелодии у нас будут использоваться те три аккорда, которые мы выучили в первом, втором и третьем кусочке. То есть вы уже три аккорда знаете, сейчас я их просто напомню. Первый аккорд у нас от ноты Ре. Ре, Фа диез, Ля. Второй аккорд от ноты Ми. Ми, Соль диез, Си. Вот эти два аккорда мы сейчас будем использовать в четвертом кусочке. Соединение очень простое. Первый аккорд мы берем на первую ноту Ля. И играет правая. Играем еще до диез четыре раза. Потом на ноту Си мы берем наш второй аккорд Ми. И доигрываем четыре раза ноту Ми. Все, четвертый кусочек выучили. Рассмотрим медленно. Пятый кусочек в правой руке. У нас в правой будет использоваться всего одна нота Фа диез, которую мы будем повторять 12 раз. Удобнее всего считать три раза по четыре. То есть три четверки. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. И третий раз. Раз, два, три, четыре. Так вам будет удобнее соединить вот эти 12 нот с левой рукой. А в левой у нас, как вы помните, третий аккорд, который мы учили раньше. Будем его использовать как раз в пятом кусочке. Этот аккорд До диез, Фа диез, Ля. Вы его уже знаете. Именно этот аккорд будем сейчас соединять с этими нотами Фа диез. На первую ноту Фа диез берем наш аккорд и считаем вначале первую четверку, потом вторую четверку, а на третью четверку снова будем брать тот же самый аккорд. Сейчас я покажу это соединение. Вначале первая четверка. Раз, два, три, четыре. Вторая четверка. Раз, два, три, четыре. Третья четверка берем вместе с аккордом. Раз, два, три, четыре. Все, пятый кусочек выучили. Сейчас сыграю четвертый и пятый кусочек с движением, чтобы вы знали, что у вас должно получиться. Четвертый и пятый кусочек выучили. После пятого кусочка мы будем полностью повторять первый, второй и третий кусочек. При повторе мы правую менять не будем, мы поменяем только левую. Мы ее немного усложним и потом я покажу, как соединить эту усложненную левую вместе с правой рукой, которая не поменяется. Сейчас отдельно рассмотрим левую руку, а потом будем ее соединять медленно с правой. В левой мы берем ноту Ре в большой октаве и дублируем через октаву. Берем первым и пятым пальцем. Только сейчас нам нужно будет эту октаву раскладывать и играть по очереди низ-вверх, низ-вверх. Итак, восемь повторов. Считаем до восьми. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Играть мы будем быстро, поэтому просто научитесь чередовать пятый и первый, и легко вы сможете сыграть левую руку. По такому же принципу в левой руке будем чередовать вторую октаву от ноты Ми. Берем первым и пятым пальцем и тоже играем восемь повторов снизу наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И третья нота, которую мы будем чередовать в октаву, это будет Фа диез, Фа диез. Берем первым и пятым пальцем, снизу наверх играем восемь раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть нужно выучить всего три ноты, это Ре, Ми, Фа диез. И потом чередовать эти ноты октавой. Сейчас будем соединять медленно правую и левую в первом кусочке. Помним, что правая не меняется. Левая мы берем сразу октаву Ре, Ре. Левая у нас будет играть постоянно, а правая в какой-то момент будет держаться дольше. То есть в левой нужно будет сыграть две ноты, а в правой одну. Поэтому, когда начнет играть правая и левая, я буду говорить вместе, когда играют две руки вместе. И отдельно, когда играет только левая отдельно. То есть отдельно у нас будет играть именно только левая, правая у нас будет держаться в некоторых местах. Показываю соединение. Вначале начинает правая наши четыре ноты. И начинаем играть уже вместе с левой. Левая у нас Ре, Ре подготовили. И Фа диетс. Играем. Помним, что в левой у нас только ноты Ре, поэтому следим за правой и просто запоминаем, где мы нажимаем вместе, а где правая должна чуть-чуть подождать, а левая сыграет дополнительную ноту. Также для удобства соединения вы можете считать этот кусочек до восьми. У нас восемь нот в левой, то есть нужно считать по левой восемь долей. При этом вы будете видеть, какие доли в правой нужно будет придержать. Считаем до восьми по левой. Четыре ноты я играю отдельно, потому что они не соединяются с левой. И начинаем считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вам можно просто запомнить, что мы вторую долю держим, то есть раз, два, сыграла левая отдельно, потом все вместе. Три, четыре, пять, шесть, сыграла левая отдельно, семь, восемь, сыграла левая отдельно. Первый кусочек соединили. Сейчас будем соединять правую и левую во втором кусочке. Помним, что у нас в левой октава ми-ми. Второй кусочек вправой не поменялся. Сейчас буду говорить, где мы играем вместе, где отдельно. Вместе, отдельно. Вместе, вместе, вместе. Отдельно. Вместе, вместе. А сейчас считаю до восьми. По левой. Раз, два, отдельно левая. Три, четыре, пять, шесть. Отдельно левая. Семь, восемь. Второй кусочек соединили. Сейчас будем соединять правую и левую в третьем кусочке. В левой у нас идет октава фа диез. Помним, что правая у нас не меняется. И соединение здесь будет очень простым. Нам нужно будет пропустить только вторую ноту в левой, сыграть ее отдельно. А все остальные ноты будут играться синхронно вместе. Показываю соединение. Первую ноту фа диез в правой мы берем с первой нотой в левой. Вот вторую ноту в левой играем отдельно. А дальше все вместе. Если считать третий кусочек до восьми, то нам нужно пропустить вторую долю. То есть остальные доли мы играем вместе. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И не забываем, что мы третий кусочек повторяем так же само без изменений. Третий кусочек соединили. После третьего кусочка нам нужно будет снова повторить первый, второй и третий кусочек, как мы делали в начале. Помните, когда мы вначале играли в левые аккорды, мы тоже повторяли первый, второй и третий кусочек. И при повторе мы убирали первые четыре ноты. И начинали сразу с фа диеза. Сейчас, когда мы будем повторять, мы будем делать то же самое. Опять убираем четыре ноты и полностью все повторяем, только уже с усложненной левой рукой. То есть повтор у нас будет без четырех нот. Начинаем сразу. После того, как мы повторили первую половину всей мелодии, мы переходим ко второй половине, то есть к четвертому и пятому кусочку. Их мы тоже будем сейчас усложнять. Будем усложнять и правую, и левую руку. В правой руке мы должны сыграть все, что мы выучили в четвертом и в пятом кусочке, только дублируем в октаву. То есть мы, помните, играли по четыре ноты. И так далее, четвертый и пятый кусочек. Сейчас мы то же самое дублируем на октаву выше. То есть ля-ля. До-диез-до-диез. И так дальше. Только играем это все правой рукой. Я просто показала двумя руками для удобства, чтобы вы увидели октаву. Играть мы будем первым и пятым пальцем. И всю мелодию повторяем в октаву. В левой руке, в четвертом и в пятом кусочке, у нас будут такие же октавы, как мы только что играли в первом, втором и третьем кусочке. Помните, от ре октава. От ми. От ми. И от фа-диеза. Просто переносим ту левую руку, которую вы уже знаете. Ничего нового мы учить не будем. Сейчас будем соединять правую и левую в четвертом и пятом кусочке. Соединение будет самым простым, потому что у нас синхронно будет играть правая с левой. В правой будет восемь нот, и в левой тоже будет восемь нот. То есть все ноты играются вместе. Сейчас буду показывать это простое соединение. Правую я буду играть одним пальцем, чтобы вы видели соединение, а потом вы будете правую играть то же самое в октаву. Находим в левой октаву ре-ре, в правой нота ля. Помним, что мы все играем синхронно вместе. Переходим в правую на до диез, левая не меняется. Меняется левая на октаву ми, в правой у нас си. Левая не меняется, в правой у нас ми. Четвертый кусочек соединили. Сейчас соединяем пятый кусочек. Здесь все еще проще. В правой фа диез, и в левой в октаву фа диез. Все играется синхронно. Вторая четверка. И третья четверка. Пятый кусочек соединили. Сейчас сыграю с движением четвертый и пятый кусочек. Помним, что мы играем правую в октаву. Все играется быстрее, чтобы было в оригинальном темпе. Не так медленно, как я показывала. Сейчас сыграю в оригинальном темпе. Четвертый и пятый кусочек выучили. После пятого кусочка мы сейчас будем повторять те части, которые вы уже знаете. Нам нужно будет один раз сыграть первый, второй и третий кусочек с усложненной левой рукой. То есть опять повторяем, играем с усложнением. Показываю. После этого мы играем опять первый, второй и третий кусочек. Только левую играем нашу первую упрощенную с аккордами. Уже не повторяем наши четыре ноты вот эти. А сразу начинаем играть с аккордами. На этом у нас будет заканчиваться все произведение. Поэтому, когда вы будете играть последний, третий кусочек, который у нас повторяется, можно чуть-чуть замедлить, чтобы вы показали окончание всей мелодии. То есть не так быстро играть, как обычно, а постепенно каждую ноту немного оттягивать. Мы выучили Coffin Dance в усложненной версии на пианино. Если у вас получилось сыграть эту мелодию, обязательно напишите мне об этом в комментариях под видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео уроки. С вами была Lima Music. Спасибо, что засмотрели это видео до конца. Я желаю вам больших-больших творческих успехов.